Друзья, приветствую! В этом видео коротко коснемся основ элементарной теории музыки и поговорим о таком понятии, как триоли. Рано или поздно любой музыкант, в частности гитарист, сталкивается с необходимостью научиться играть триолями на гитаре, и вначале может возникнуть вопрос, как их играть. На самом деле все элементарно просто. На мой взгляд, легче всего рассматривать триоли в соответствии или в сравнении с дуолями, квартолями. Кстати, есть еще квинтоли, секстоли, септоли, и, как правило, они встречаются или в качестве маленького пассажа где-нибудь в произведении, или в узкозаточенных специфических этюдах, которые направлены на отточку этих навыков. Так что означает у нас дуоль, триоль и квартоль? Давайте вот эти вот три аспекта коснемся. Дуоль – это когда вы на один удар успеваете равномерно сыграть две ноты. Триоль на один удар три ноты, а квартоль, соответственно, четыре ноты. И обязательным условием, я уже отметил это слово выше, должно быть равномерность. То есть нельзя играть, например, если мы говорим о дуоле, на один удар одну короткую, другую длинную ноту, или напротив первую длинную, а потом короткую ноту. Обязательно все ноты должны быть равнозначны по длительности, что предыдущие, то и последующие. Вот смотрите, давайте мы сейчас будем отсчитывать, например, размер возьмем четыре четверти, и на каждую долю будем играть дуолями. Раз, два, три, четыре. Обратили внимание, да, что у нас четыре доли, но палец успел защипнуть восемь ноточек. Можно еще подключить и раз, и два, и три, и четыре, и... На самом деле дуоли, их проще всего увидеть на нотном стане, это когда две восьмушки соединены одним ребром, при всяких дополнительных обозначений. Вот триоли уже начинают обозначаться, то есть это три восьмушки соединены одним ребром, и, как правило, сверху пишется цифра три над нотами. Раз, два, три, четыре. Вот видите, у нас на четыре доли мы успели сыграть уже 12 ноточек, то есть на каждую долю мы равномерно играем три ноты. И, соответственно, квартоль это когда вы четыре раза играете на каждую долю. Вот таким образом. Теперь для того, чтобы это было понятнее, как звучит в практике, давайте мы бас оставим и подключим какую-нибудь мелодию, всем нам известную. Например. И вместе с басом, пусть у нас бас отсчитывает доли, соответственно, потом триоли и квартоли, мы попробуем все это вместе дело совместить. Давайте возьмем вначале темп. Вот такой темп пускай будет. Долями раз и, раз и, то есть раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Можно раз и, раз и, раз и считать, или раз, два, раз, два, кому как удобнее. И вот с этим темпом в басу мы попробуем сейчас сыграть мелодию. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ну и так далее. Раз, два, раз, два, раз, два. А теперь давайте попробуем, чтобы всю мелодию не играть для экономии времени, попробуем подключить триоли. Соответственно, триоли у нас не раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три. Вот таким образом. Может, чуть-чуть поживее взять? Давайте чуть поживее возьмем, чтобы интереснее слушалось. Вот такой темп хотя бы. Вот такой темп. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну и так далее, да? То есть, суть уже понятна. Ну и давайте кусочек еще на квартале сыграем, когда мы раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну и так далее, уже не будем продолжать. То есть, я думаю, что суть понятна. Теперь, если мы говорим с вами о триольках, то на триолях очень множество построено композиций. В частности, всем нам известный роман с Гомесом, он построен на триолях. У нас там размер три четверти, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да? У нас получается, что на каждую долю мы исполняем три ноты. Вот видите, раз, два, три, раз, два, три. У нас идут основные доли, но на каждую раз, два, три мы успеваем сыграть еще триольку. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И у нас получается, что девять нот. Когда мы разбирались с учениками, разбираем эту тему, мы, как правило, касаемся этюда. Я накидал этюд для своих учеников, он на триольке. Я прикреплю его под этим видео, вы можете использовать его в своей практике. Наиграю для вас этот этюд, и как раз-таки он построен на базе триолей. Каким образом эти триольки видны, мы с вами этот момент уже отмечали, три ноты, над ними черта, и написано цифра 3. Иногда черту не ставят, просто как бы скобочку такую, просто цифру 3 арабскую пишут. Как это все звучит, давайте вместе с вами послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Обратили внимание, наверное, на то, что у нас размер 4 четверти. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Но на каждую долю мы с вами успеваем сыграть три ноты. 1, 2, 3, 4 И у нас вот они говорят, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3 И так далее. Хорошо, репетируйте. Я думаю, что у вас все получится. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, спрашивайте, с удовольствием отвечу. Если не подписаны еще на канал, подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчик, чтобы первыми получать оповещения, когда появляются новые видео на этом канале. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...